У нас просто три часа, не залишилось, но давайте будем поважать. Не кажется ли вам, что элементы прецедентного права надо было бы перезаправить? Ну, соответственно, законы принять, которые бы использовали право, прецедентное право, это первое. Давайте по-другому, так. У нас, по сути, мы уже развиваемся за целью моделью. Мы называем это прецедентным, это модель старой действий санглосаксонской, но термин «Юридичная позиция», которая впервые зафиксирована в законе, в новом законе про Константинский суд, однозначно вказывает на то, что юридичные позиции имеются знаку певной нормативности, плановости. И мы посылаемся на эти первые позиции в своих решениях. Например, в законе, точнее, по закону периферендуму, в этом решении, в основном, мы презентировали первую позицию в законе Проговора. Следующий вопрос. Скажите, решение Конституционного государства не разумеетесь, патрируетесь. Так. Ну, не кажется ли вам, что какие-то правила, как бы, ну, такое, ну, не так сказать, считаете ли вы, если некоторые решения Конституционного государства идут, должны быть пересмотрены? Слово-таки, наше решение, наше решение остаточное, не переглядает переходу, но мы можем переглядывать юридичную позицию, юридичную позицию, что-то мотивация. И все нормальный процесс. В Сумбийском называются оверруминг. Это занимаются европейские суды, партнеры, и другие студенты. Мы имеем в виду, что основные идеи, документации, могут быть переглянуты, но обязательно с посыланием на причины этого перегляда. И партнер недовер, певно, до Конституционного суду, что нас критиковали в том, что, по сути, природные позиции, юридичные позиции изменялись, но суть и вказа, почему мова не изменилась? Последний вопрос. Я испытываю для себя не свободу. Скажите, пожалуйста. Такой интересный гендерный состав Конституционного судна. Это вопрос к субъектов призначения. Я считаю, что одна женщина и 15 человек – это явное выкрепление. И это требует дать. И, конечно, при новых призначениях, субъектов призначения, конкурсных комиссий, должно быть врахованы. Но не так, чтобы, если бы какой-то целовек женщина, но когда профессиональные, моральные, доброчесные и другие показатели при оценке совпадают практически, то привага должна быть надана женщинам. Это называется позитивная дискриминация в США. Пану, я вас прошу. Да, спасибо. Саня Саванин. Последний вопрос сегодня говорил с Чорнобольцем о том, что у вас появилось, будет рассмотрено это решение по отмене льгота, то есть по возврату. Скажите, пожалуйста, когда вы можете произнести его? Решение, разъяснение касаемо суда по поводу обмены льгот в Чорнобольцем? Ну, действительно, мы активно сейчас разглядаемо это вопрос. Когда оно появилось, не могу сказать, потому что оно появилось тогда, когда будет 10 голосов из 16. Но я вижу так, что действительно это вопрос нужно разглянуть. Ну, в ближний час. Чей не годы может быть, да? Ну, я думаю, где консервов будет. А он или не будет. Как сейчас предложить, Петр? Дякую. Я вас прошу. Представьтесь. Я не журналист, я юрист, руководитель, руководитель, руководитель Кудинской юридической академии. У меня такое вопрос. Вот, по поводу закону Украины, который конституционный суд, в частности, в статье 69, нужно принимать такие решения. Потому что, если кто-то смотрит на подставу для подания, конституционные сказали, выходит, что особа может обратиться только с неконституционной законом. Таким образом, они считают, что конституционный суд может принимать такие решения. Это значит, что закон конституционный, но суд в неконституционный способ это выключил. Потому что, в соответствии с правительственным кодексом, это выключение представлений для переградового решения, которое принял Верховный суд. Вот такие вопросы. Это очень интересное вопрос. Это, потому что суды Верховного суду, потому что, таким образом, они считают, что конституционный суд включается в их компетенцию, хотя еще нет, но уже коллеги хвалуются. Насправдя, тут представления хваления нет, но это очень важное положение, которое было принято во время реформы Конституционного суда. Это конституционный, правовый смысл закона. То есть, есть смысл, есть смысл. Смысл – это то, как воспринимается текст в контексте норм и ценностей, которые гарандует Конституция. Формальная норма может отвечать Конституции, а как она застосовывается судами – нет. Потому что Конституция – это не только конституционный контроль, особенно по конституционной сказе. А по этому институту мы видим, как в судах этот разгляд. Был, мая, будет остаточное судовое решение. И вот тогда, действительно, что за...